Привет! Сегодня я покажу, как создавать миксы в программе Mix Master. После запуска программы открывается такое окошко. Это туториал, его можете посмотреть отдельно. При первом запуске программы в окне библиотеки у вас будут треки, которые идут в пакете с программой. Их выделяем, удаляем с помощью кнопки Delete. Чтобы загрузить наши треки для микса, нажимаем плюсик, выбираем способ добавления, отдельно треки или целую папку. Я выбираю папку и нажимаю добавить. Дожидаемся загрузки файлов, после чего мы можем перетащить их в окно плейлист. Мы формируем очередность треков в миксе, именно в этом разделе. Прослушать треки мы можем как в разделе «Библиотеки», так и в плейлисте. Этот раздел для сведения треков. С помощью этой кнопки можно выбрать интерфейс на 2, 4, 6 или 8 дорожек. Я пользуюсь четырьмя. Загруженные в плейлист треки автоматически появляются в этом разделе. Первый на первой дорожке, второй на второй, третий на третьей, четвертый на четвертой. Пятый трек появится на первой дорожке, шестой на второй и так далее. Самое первое, что мы должны сделать, это выставить громкость мастера на минус 6 дБ. Это нужно для того, чтобы при сведении общая громкость не пиковала. В дальнейшем, после сохранения микса, его нужно будет отмастерить. Об этом мы расскажем отдельно. Далее устанавливаем BPM треков. Важно, чтобы сводимые треки не имели разницы в скорости больше, чем плюс-минус 2-3 BPM. Чтобы задать BPM, в нужном месте мы можем выделить существующий маркер и задать клавишами значение вручную. Либо щелкнуть на пустом месте правой кнопкой и добавить новый маркер с нужным нам значением. В этой области мы регулируем громкость трека, низкие частоты, средние и высокие. Перейдем к самому сведению. Для начала двойным нажатием по регулятору громкости мы выравниваем громкость трека. И в данном случае каждый из частот. Далее мы должны установить маркеры громкости и всех частот на треке перед примерным моментом сведения двойным нажатием по каждому регулятору. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем при работе с эквалайзером не сбились настройки в начале трека. В разделе сведения на треках автоматически выставляются вот такие якоря. В начале трека якорь интро. В конце якорь аутро. С помощью перемещения этих якорей мы как бы устанавливаем на сводимом треке точку Q. А на играющем выбираем момент для сведения. Якоря двух сводимых треков будут всегда находиться друг над другом. Чтобы определить момент для сведения я ставлю дорожку в режим соло и прослушиваю его. Здесь дроп длится два квадрата. Во втором треке интро длится тоже два квадрата. Поэтому я поставлю якорь аутро на первом треке здесь. А на втором якорь интро здесь. Также мы перед началом сведения обязательно должны выровнять громкость второго трека тоже. Воспроизводим треки вместе. И слушаем. Нет ли перебитовки? Сейчас у нас треки играют ровно. Но если есть перебитовка, то с помощью функции Snap to Beat мы можем выровнять их. При включенном Snap to Beat шаг перемещения якоря составляет один такт. При отключении этой функции мы можем выставлять якорь в любом месте таким образом. Смотря на визуализацию треков и слушая их, мы можем откорректировать перебитовку и поставить треки бит в бит. В данном случае у нас стояло все ровно, поэтому я это отменяю. Действие. После корректировки мы рекомендуем снова включить функцию Snap to Beat. В данном случае при сведении я не работаю с громкостью трека второго, а работаю только с его частотами. Убираю бас полностью. Средний и верхний ставлю примерно на 10-11 часов. После первого квадрата мне хочется прибавить здесь бас. Я это сделаю двойным щелчком мыши по регулятору нижних частот. Так как два баса у нас не должны пересекаться, чтобы не создавать перегруз, на первом треке я его уберу здесь. Дальше. На втором квадрате я плавно выведу средние и высокие частоты. В начале нового квадрата двойным щелчком мы выставляем значение частот на нулевое значение. На первом треке после второго квадрата полностью убираем громкость. Теперь заново прослушиваем момент сведения на предмет ошибок. И если все нормально, следующие треки сведем по такой же схеме. После того, как мы создали микс, нам нужно его сохранить. Сохраняем. Сначала проект. Для этого выбираем файл. Save playlist as Format файла MMP Вписываем название, нажимаем сохранить. Далее сохраняем трек-лист в текстовом формате. Выбираем также save playlist as Выбираем формат файла text Сохраняем. Этот файл нам может пригодиться при публикации микса в соцсетях и на стриминговых площадках. А сам микс мы можем сохранить через экспорт плейлисту файл. Здесь мы выбираем формат mp3 и 320 кбит в секунду. Нажимаем сохранить.